Их объединила трагедия в Макеевке. Тогда, в 30-градусный мороз, прямо на улице возле дома, житель Самары Виктор Романов вместе с друзьями начал собирать вещи для гуманитарного груза, чтобы отправить его в поддержку бойца. Желающих помогать оказалось так много, что решили оказывать помощь на постоянной основе. Встал вопрос о помещении. Мы обратились к Елене Владимировне Лапушкиной и буквально через короткий период времени нам помещение предоставили. По адресу кабельная 45-Б волонтеры объединения Самбат плетут маскировочные сети, делают походный душ, сухие борщи и костер в кармане. За плетение сети отвечает куратор направления Татьяна Керженцева. Сейчас у объединения пять пунктов по плетению сетей в Самаре и три по области. Некоторые женщины работают на дому. Требования к сетям высокие. Они должны быть максимально несимметричны, не одинаковы, не похожи. Они должны повторять природу. У нас в природе нет двух листиков одинаковых, двух веточек. Поэтому для плетения сетей используется 17 видов узоров, как мы вплетаем сеточки, 17 видов узоров. И плюс каждая сеть плетется по своему рисунку. Мы по максимуму стараемся, чтобы они были незаметные, чтобы они все-таки несли основную свою задачу укрыть, накрыть, спасти наших ребят. В каждую сеточку мы вплетаем живые помощи, чтобы Господь оберегал наших ребят. На вооружению волонтеров девять швейных машинок, оверлок и вышивальная машинка. Все они закуплены при поддержке администрации Самары. Активисты шьют бойцам нижнее белье для госпиталя на липучках, чтобы было удобно надевать. Вышивают шевроны. Начинаем изготовление шевронов с позывными, с эмблемами разными. То есть у ребят разные потребности. То есть есть, скажем так, шевроны свой-чужой. Это шеврон, который будет необычный, его нельзя купить и одновременно его можно быстро снять. То есть когда идет подразделение в разведку, допустим, они должны себя понимать, что это свой-чужой. Не просто красная повязка, но они должны понимать, что это свой, но одновременно соперник не должен понимать, что это свой. Чтобы бойцы могли соблюдать гигиену в любой ситуации, самарские волонтеры изготавливают сухой армейский душ. Для этого нарезают специальный материал, называется он дарнит, на небольшие квадраты размером 12 на 20 сантиметров. Смачивают специальным гелем, который используется для ухода за лежачими больными. Смывать с тела раствор не нужно, достаточно вытереться сухим полотенцем, которое тоже вкладывают в набор. Готовый армейский душ выглядит вот так. Небольшой пакетик, который удобно положить с собой любому бойцу. Им можно помыться в походных условиях. То есть достаточно столовой ложки воды. В этом помещении мы организовываем быстренько изготовление, расфасовку и потом развоз компонентов сухого душа по школам. У нас задача такая, что мы стараемся привлечь к этому детей, поднять патриотизм в школе. То есть у нас очень много в области школьников, которые очень сильно, очень качественно нам помогают. Волонтеры принимают помощь для бойцов СВО от неравнодушных граждан. Им приносят средства гигиены, продукты длительного хранения, одежду. В холодное время года бабушки вяжут носки. Таких умелец, сотрудничающих с объединением, около двух с половиной тысяч. К нам сюда приносят общую гуманитарную помощь в общих пакетах, в коробках. Мы все это расфасовываем, подписываем каждую коробочку и раскладываем. Когда грузится машина, все это уже готово, с нашими наклейками уезжает ребятам. И они там между собой сортируют то, что нужно. Марат сейчас проходит реабилитацию после ранения, собирается вернуться в зону СВО. А перед этим пришел повидать организатора движения «Самбат» Виктора, с которым регулярно видится в зоне СВО, когда тот отвозит груз. Наша тима очень чувствуется, что мы нужны, что на нас глаза не закрывают, поддерживают. Это очень наша тима. Даже когда Виктор приезжает, мы видимся, якобы дом бывает тепло и зону привозят. За время деятельности волонтерского объединения «Самбат» в зону спецоперации передано 200 тонн гуманитарной помощи. Ее отдают командирам батальонов, а те распределяют по бойцам и присылают фото и видеоотчеты. Недавно состоялся 20-й юбилейный рейс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова